приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана 29 сентября самый судьбоносный день всего один шаг изменит вашу жизнь сегодняшнее видео вы все узнаете нас ждет время преображения саморазвитие достижение новых высот и обретение мудрости день проходящий под влиянием двадцать седьмых лунных суток позволит вам на время забыть о привычной суете отстраниться от бытовых вопросов и посмотреть на мир более масштабно вы получаете шанс пересмотреть свое отношение к людям осознать свое истинное отношение к происходящим событиям благодаря чему обрести твердую почву под ногами особенности этого дня луна перемещается знака девы но влияние льва пока ощущается поэтому день подарит вам причудливое сочетание властности стремление к новизне и консерватизма в такое время появляется желание доводить до идеала все что попадет в поле вашего зрения при этом вас будет жить потребность показать себя продемонстрировать свои достижения и вызвать восхищение у всех кто находится рядом не сдерживайте себя но не совершайте ничего спонтанного не позволяйте себе растрачивать внутреннюю энергию на ненужные действия не приносящие удовлетворения энергетика двадцать седьмых лунных суток пробуждает у людях интуицию способствует озарением и обретению мудрости в эту пару лучше всего забыть о материальном посвятив все свое время духовному развитию и самосовершенствованию не отвлекайтесь на скучные поседневные занятия следуйте порой души и подсказка интуиции сегодня перед вами открываются все двери позволяя получить то что еще недавно воспринималась нереальным или ненужным прислушайтесь к себе вы непременно ощутите необходимость разобраться в каком-нибудь вопросе завершить начатое или получить недостающую информацию не препятствуйте этому порыву последовав подсказкам судьбы вы получите больше чем ожидали если ранее вы столкнулись какой-либо неразрешимой ситуации уделите ей немного внимания проанализируйте детали оцените перспективы и вы обязательно найдете неожиданное решение которое окажется достаточно эффективным также этот день очень хороший для воплощения в жизнь имеющихся у вас планов возможно вы хотели отказаться от уреных привычек записаться спортзал или освоить курсы плетения макромы настала пора сделать первый шаг в этом направлении советы и рекомендации в этот прекрасный воскресный день совсем не хочется заниматься делами ведь энергетика луны совсем не способствует бизнесу однако если обстоятельства сложились так что вы работаете двадцать седьмого на сутки не огорчайтесь проведите время спокойно не трать его на серьезные задачи проекты завершите тонна чем работали ранее составьте планы на ближайшую неделю взаимоотношения с окружающими складываются неплохо поэтому вы можете проводить встречи в том числе неформальные подписывать договоры также это хорошее время для начала командировки ваша поездка пройдет на лучшим образом дарил успехи в любых сферах деятельности прекрасная пара и для финансовой активности все ваши денежные операции окажутся удачными и принесут неплохой доход поэтому смело заключайте сделки вкладывайтесь новые проекты осуществляйте закупки все потраченные сегодня в скором времени непременно окупится более того в эти сутки важно чтобы ваши деньги работали так как это привлечет дополнительные финансовые потоки даже рискованные предприятия будут успешными но только если вы полностью осознаете возможные последствия и знаете что делать день идеально подходит для любых косметических манипуляций проведенные сегодня операции будут особенно удачными позволяя вам скорректировать овал лица и избавиться от морщин и других дефектов не опасаясь осложнений кроме того сегодня будут особенно удачными различные спа процедуры с их помощью вы сумеете избавиться от напряжения в мышцах и восстановить силы от нового знакомства не лучше отказаться но если вы уже нашли свою вторую половинку проведите день вместе вы сумеете узнать что-то новое о своем любимом человеке укрепить ваши отношения избавиться от различных трудностей в общении однако не стоит строить какие-либо планы так как ваше общение в любом случае пойдет не по сценарию хотя и подарит массу приятных мгновений если этот воскресный день является вашим законным выходным позвольте себе отложить дела и хорошенько отдохнуть впрочем даже необходимость поработать не является поводом отказаться от приятного времяпровождения единственное условие выбирая досуг ориентируйтесь исключительно на свои желания и не идите на поводу различных советчиков проводите время так как посчитаете нужным тогда даже несколько свободных минут наполнит вас силой и энергии магические ритуалы этого дня энергетика 27 их лунных суток отлично подходит для любых практик направленных на избавление от негатива это один из лучших дней чтобы избавиться от сглаза восстановить внутреннюю гармонию и оставить в прошлом трудности однако избегайте практик в котором используются зеркала сегодня они являются проводниками в тонкий мир и могут оказаться опасными для неопытных магов чтобы сложная ситуация разрешилась ритуал поможет насти порядок делах найти выход из трудной ситуации а также вернуть ясность мысли если вы находитесь в тупике приступать к нему лучше в 1 понедня возьмите самое обычное куриное яйцо и с помощью карандаша или маркера схематически нарисует на его остром конце воронку думая в этот момент о своей беде представьте как ваши неприятности всасываются этим вихрем покатайте яйцо по своему телу начиная с головы после чего зажгите свечку подержите яйцо над пламенем мысленно прощаясь со своими бедствиями затем скажите беду в яйцо запираю черную полосу разрушаю все о чем головушка моя печется о чем переживает пусть сама меня покидает сложности моим разрешится от меня отвалиться с дымом уйти да навсегда пройти яйцо оставьте в доме до вечера после чего унесите его на ближайший пустырь и закопайте в землю уходите не оглядываясь по пути не произносите ни слова если вас сглазили люди обладающие дурным глазом могут оказаться в окружении любого человека понять что вы стали жертвой их вредоносного воздействия несложно после контакта с такой личностью все начинает валиться из рук на пути то и дело возникают преграды мешает добиться задуманного чтобы защититься от негатива возьмите немного травы крапивы положите в пепельницу или другую жаростойкую емкость далее подожгите спичкой для вам нужно сделать так чтобы просто пошел дым далее смотря на дым нужно сказать такие слова сизый дым окунаюсь от сглаза и порчи избавляюсь все уроки все призоры все наговоры прочь уходите от меня улетайте на болотах отныне обитайте ни к человеку не к зверю ни к чему живому не приставайте быть посему когда крапива полностью сгорит смойте все что останется в канализацию народным приметом в этот день отмечают и день людмилы и эфемии родившиеся в этот день отличаются верностью и амбициозностью эти люди всегда точно знают что хотят получить от жизни а потому не щадя себя делать все от них зависящие слабыми сторонами является скрытность и чрезмерная ранимость к тому же многим из них сложно распределять время между карьерой и отношениями поэтому они нередко делать ставку на что-то одно талисман для них является гранат второе название праздника птичьи оглашение было получено из-за того что в этот день отчетливо слышны голоса птиц улетающих на зимовку в теплые края если предыдущий день было принято забивать гуси то сегодня следует обязательно приготовить одного из них по традиции усевшие за пышные застолья во главе которого находилась жареная птица хозяин дома должен был первым попробовать ее считалось что если первый кусок съесть хозяин дома то удачу будет сопутствовать семье целый год когда мясо было съедено глава семьи тщательно рассматривал гусиную кость по ее виду можно было определить какой будет предстоящая зима если кость толстая то зима будет морозный если тонкая то мало снежные и не очень холодная женщины селения устраивали очередной капустник то есть собирались в одном из домов за разговорами нарезкой капусты так много шинкованной капуста требовался для заготовок на зиму капусту солили квасили добавляли в нее бруснику яблоки и морковь мужчины занимались стрижкой овец и шерсти этих животных изготавливались теплые валенки на зиму когда изделие было готово на него читали специальный заговор на носкость качестве защиту от заболеваний нижних конечностей наши предки считали что в этот день запрещено завидовать и сквернословить а слушайся мог навлечь на себя тяжелые недуги ближе к вечеру собирали всей семьей чтобы попариться в бане считал что если человек посетил баню в этот день то ему не страшно никакие болезни в предстоящие холодное время года но не обходился без запретов так например юноши девушки не рисковали целоваться в бане дабы не навлечь расставание также обязательно использовался лично веник семьи так как если париться чужим то человек принимает все проблемы ненастья хозяина веника на себя так как это день идет самый судьбоносный и магический то достаточно всего одного шага чтобы много изменить просто в течение всего дня когда вы будете переходить порог своего дома важно сказать такие слова порог судьбы перешагну новое привлеку день светом озаряет судьбу счастливую подарит говорим один раз этого достаточно когда будете проходить через свой порог и все и вот такая практика обязательно вам поможет привлечь только положительные изменения сны в этот день пророческие сбываются либо до полудня следующего дня либо через год если о нем никому не говорить и по традиции как обычно перед сном один раз обязательно повторяем такие слова сегодня я приблизилась на шаг ближе к своей цели вот говорим один раз